Привет, дорогие друзья! Рейтинговые агентства, в которых нас нет, тем не менее, дают огромные результаты оппозиционной платформе «За Життя». Я смотрю там 15%, потом 16%, потом смотрю у некоторых уже 20%, кто больше, я так понимаю. И я так понимаю, что есть один акционер, грубо говоря, у этих рейтинговых агентств, который, а, не пускает нас, б, накручивает рейтинги в какие-то неимоверные этой оппозиционной платформе «За Життя». Что же это за акционер? Дайте-ка догадаюсь, на М, давайте поговорим о другом акционере, на Б, Юрий Бойко. Я регулярно слышу от людей, что там вернут мир, короче, на Донбасс, они там снизят газ, они там сделают все такое прочее. Давайте посмотрим вообще, ну чуть-чуть, усадите этих людей сейчас перед экранами, пожалуйста. В 2019 году, когда министром топлива и энергетики был Юрий Бойко, начали банкротить одно госпредприятие, это предприятие называется ТЭЦ-5. Экономисты считают, что Харьковскую ТЭЦ обанкротили, чтобы отдать за копейки. Кто же ее банкротил? И как вообще можно проследить за тем, как государственное предприятие становится предприятием, которое можно приватизировать, причем приватизировать за копейки. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении теплоэлектроцентрали из списка предприятий, которые нельзя приватизировать. Таким образом, харьковские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 продадут и заставят топить углем. А законопроект этот, подготовленный Минэнергоуглепромом, подан от лица Кабмина в Верховную Раду. В частности, из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, предлагается исключить Харьковскую ТЭЦ, Одесскую ТЭЦ, Херсонскую ТЭЦ и так далее. Согласно пояснительной записке к проекту закона, подписанной Юрием Бойко, принятие парламентом документа позволит начать реализацию профильным министерством программы по переоснащению отечественных ТЭЦ в рамках оптимизации топливного баланса страны. В частности, министр отмечает, что указанные в перечне ТЭЦ будут переданы частному инвестору. И, конечно, частный инвестор сделает из них там просто конфетку. Скорее всего, швейцарцы придут, да? Короче, сказано, сделано. Я вам покажу все этих швейцарцев. Харьковская ТЭЦ продана за 340 миллионов. Покупателя связывают с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко. Фонд госимущества продал 94,48% акций Харьковской ТЭЦ-5 компании Укристгаз. Что это за компания? Сейчас я вам попытаюсь объяснить. Укристгаз известна тем, что в 2012-2013 годах неожиданно стала победителем конкурсов по приватизации Харьковской ТЭЦ-5 и 75% Волынь Облэнерго. На покупку обеих активов компания потратила 800 миллионов гривен. О том, что Укристгаз принадлежит бывшему министру энергетики и главе оппозиционного блока Юрию Бойко, писал в своем расследовании украинский Форбс. Учредителем Укристгаза стала финансовая компания, директором которой до сих пор является Сергей Остапов. Именно он возглавлял северодонецкий завод «Стеклопластик», когда в состав наблюдательного совета предприятия по данным системы раскрытия информации входил сын Бойко Анатолий. То есть, вдумайтесь, есть министр топлива и энергетики, и этот министр топлива и энергетики инициирует, по сути, законопроект, которым из перечня предприятий, которые нельзя приватизировать, убираются очень серьезные предприятия, которые, ну, стратегические предприятия. А потом эти предприятия, которые убраны из перечня, которых нельзя приватизировать, приобретаются сыном этого самого министра. Укррутпром, к примеру, даже не стесняясь, вот в 16-м году сообщает, что харьковская ТЭЦ-5 Юрия Бойко купила топочный мазут у его офшоров. Ну, а я считаю, это вообще прекрасно. Замкнутый круг получается, да? Ну, главное, что теперь оно не государственное, а Юрия Бойко, правда? А на счет того, что оно как-то перестроится, да, вот в Харькове подрастут тарифы на тепло и горячую воду. И это связывает конкретно с данными ТЭЦ. Как оно? Подрастут, подрастут тарифы. Чуть-чуть подрастут. Идем дальше. Анатолий Матиос, главный военный прокурор. Откуда появился Анатолий Матиос? Вообще, вот как вы думаете? Он сообщал в свое время, что он там по Майдану бродил и был каким-то даже там, руководил каким-то палаточным там этим. На самом деле, об этом ничего не известно. Известно другое, что Анатолия Матиоса, как это ни странно, вынесла наверх не волна революции единности, а Сергей Левочкин. В 2011 году глава администрации президента Левочкин обратился к главе СБУ Валерию Хорошковскому с письмом с просьбой отрядить Анатолия Матиоса в администрацию президента с сохранением на военной службе. В итоге Матиоса назначили на должность замруководителя главного контрольного управления администрации президента, а его шефом стал Анатолий Балюк, бывший председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Удивительная история, не правда ли? Это Левочкиного подтянул. А вот глава администрации президента от 18.02.14. Видповидно до положения такого-то, Анатолий Матиос видрежается до службы Беспокойной Украины для подальшего проходжения службы. А это уже за подписью Клюева, да? Того самого, против которого целый майдан парахоботов вышел. А вот против Анатолия Матиоса, которого эти люди подтягивали, не вышел. Для чего я это говорю? Смотрите, Левочкин это как раз-таки оппозиционная платформа за життя. Левочкин это, ну, чуть ли не правая рука Юрия Бойко. И вот Левочкин подтягивает Матиоса, он его курирует во время всего прохождения службы. А потом этого же Матиоса натравливает на подчиненных Юрия Бойко. И Матиоса формирует уголовное дело. Везде выступает рупором этого уголовного дела. Когда? Когда вышки Бойко, которые он закупил с превышением всех возможных стоимостей, внезапно превращаются в вышки Кацуб. Луценко уже кажется, что вышки Бойко принадлежат Кацубе. А почему ему это кажется? Смотрите, по поводу вышек Бойко, которые превратились в вышки Кацуб, я делал ряд расследований. И я знаю эту ситуацию. Я знаю Сашу, мы с ним дружим много-много лет, да. Я знаю Сашу Кацубу, который присел тогда. А все вокруг сделали вид, что они верят в то, что это именно он провернул аферу с вышками Бойко. А Бойко ни при чем. Вот здесь вот Анатолий Матиос рассказывает. За чутками Коломойский мав намер внест из своих легальных джерел заставу за Кацубу. Про це поведомило оперативные службы. Это Матиос, которого подтянул Левочкин. Подручный Бойко везде ходил и создавал туман касательно этих вышек Бойко, чтобы отвести подозрения от Бойко. Главным генератором разворовывания средств нафтогаза был брат Александра Кацубы, сообщает Матиос. Не Бойко. А, вон, брат Кацубы. И еще его двоюродный дядя. Но здесь уже военный прокурор. Я подчеркну, это главный военный прокурор. Рассказывает вообще вещи прямые, ну именно профильные. Свадьба Кацубы в 2014 году обошлась почти в 1 миллион 800 тысяч долларов. О чем еще рассказывать главному военному прокурору. При этом Юрий Витальевич Луценко, чьим подчиненным, конечно же, прямым является Анатолий Матиос, заявил, что в очередной раз он отмел возможность скорого снятия неприкосновенности в отношении Бойко. На данный момент следствие располагает лишь одним эпизодом, когда господин Бойко подписал финансовый план, который увеличивал расходы Черноморнефтегаза на определенную сумму. Был ли он знаком с деталями аферы? На данный момент ни один из допрошенных из членов управления НАКН «Нефтегаз», доступных нам работников Черноморнефтегаза, таких показаний, к сожалению, не давал. Поэтому, скорее всего, это осуществляли вон те вот ребята. Кацубы там, это они. А Бойко и не знал. Так вышки Бойко стали вышками Кацуб. А потом они превратились в вышки Януковича, если вы помните. Так Юрий Бойко избежал ответственности. Но это не единственный раз, когда Юрий Бойко чудесным образом избежал ответственности за то, за что другие ответственности обычно несут. Жиженный газ. Афера со жиженным газом. Что происходило? Попытаюсь объяснить очень просто. Сергей Курченко, гениальный, как многие считают, молодой человек, он придумал схему в свое время. Есть негазифицированные районы Украины. И этим районам необходим газ. Руководство этих районов делает запрос, что нам необходим вот такой-то газ. И этот газ выставляется на аукционы по льготной цене. Льготная цена в 4 раза вроде как дешевле, чем обычная цена. Ну и все, районы себе его берут. Но фишка в том, что в некоторых районах, ну, столько газа не надо. И близко. Им бы столько газа хватило на 10 лет. Что это значит? Сема Курченко по выкупу через биржевые аукционы всего объема сжиженного газа, который производил Укргаздобыча и Укрнафта по льготным ценам, якобы для нужд населения Украины. Вместе с этим в дальнейшем члены преступной организации продавали этот газ на автозаправочные станции по рыночной цене. В результате чего, согласно заключению экспертизы, получили сверхприбыль в размере более 5,5 миллиардов гривен. Однако преувеличивать роль Сухомлина не стоит. Скорее даже наоборот, музыку в этом коллегальном органе он никогда не заказывал и мало на что влиял. Осенью 2011-го Клюев, недовольный ощутимым усилением конкурирующего крыла партии и власти, инициировал проверку механизма проведения газовых аукционов. Но в кулуарной борьбе проиграл своему извечному сопернику, тогдашнему министру топлива и энергетики Юрию Бойко, который, как тогда стало окончательно ясно, стал основным союзником Курченко. Именно Бойко контролировал большинство в комитете, укомплектовав его представителями подшефных министерств компаний Укргаздобыча, Укрнафта, Нафтогаз Украины, непосредственно Минтопэнерго. То есть за схемой, когда элементарно разворовывался газ, который производится в Украине, стоял Юрий Бойко. И это было очевидно абсолютно всем, кто имел отношение к этой схеме даже опосредованное. Тем не менее Юрий Бойко никаким образом не понес никакой ответственности за эту схему. Вот здесь как раз описывается. Сейчас вес объем потребления этого топлива, в котором нуждаются жители негазифицированных населенных пунктов, составляет до 4 тысяч тонн в месяц. Во времена Курченко этот показатель вырос до 30 тысяч тонн в месяц, отметил Куюн. Но если к этому непосредственно причастен Юрий Бойко, то почему же он не понес наказание? Потому что его отмазали. Его отмазала генеральная прокуратура, которой руководил Юрий Луценко, руководит до сих пор, который напрямую подчинялся президенту. Удивительная история, вот как об этом рассказал Сергей Лещенко. Лещенко выразил убеждение, что мы имеем дело с попыткой вывести Бойко из-под уголовного расследования в отношении жиженного газа Курченко. Депутат убежден, что непосредственно эту попытку пытается осуществить главный военный прокурор Анатолий Матиос, который занимается делом Курченко по указанию генпрокурора Луценко. Он привер официальный ответ Матиоса о том, что сейчас проходят допросы Бойко в качестве свидетеля в деле Курченко. Как такое может быть, что год назад было уже готово подозрение на господина Бойко и должно было быть внесено представление в парламент с целью его ареста и допроса уже в качестве обвиняя его? А через год господин Бойко приобретает уже статус свидетеля в этом деле? В этой ситуации я считаю, что господин Матиос имеет конфликт интересов к производству в отношении господина Бойко. Почему? Потому что господин Матиос работал в администрации президента Януковича под руководством Сергея Левочкина. Как вы знаете, господин Левочкин и Бойко являются ближайшими соратниками, являются кумовьями. Таким образом, прокуратура времен Порошенко отмазывала, напрямую отмазывала Юрия Бойко. Интересно, за какие преференции, как вы думаете? Я думаю, за те же, за которые его пиарили на канале Порошенко. Как президент с генпрокурорами Бойко спасали. И вот здесь вот представлено, это подозрение, вы представляете? Поддоня, про наддоня сгоды на притягивание до криминальной відповедальности затримания ТАРЭШ народного депутата Украины Бойко Юрия Анатольевича. Еще в 15-м году, в 15-м году было готово поддоня, но его похоронили. А как быть с 60 миллионами швейцарских франков, которые арестованы по делу о разворовывании средств нафтогаза? Вот другого улыбня всего. Вот только-только, представляете? А это же подчиненный Юрия Бойко. Вот просто те люди, которые всерьез считают, я знаю, есть бабушки старенькие, их уже пускай, знаете. Но есть люди более молодого поколения, которые всерьез считают, что Юрий Бойко, Левочкин, Медведчук, что они на самом деле хотят чего-то для всех вас. Ребята, хватит обманываться. Не будьте же вы детьми. Будьте детьми в хорошем понимании этого слова. Но не будьте же вы прибацанными. Пожалуйста. Потому что если мы проследим за всем путем этой всей суперкоманды, суперкоманды лучших, то мы увидим, что хорошо они делали только себе. Исключительно себе. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. 21-го твой решающий выбор. Ну, реально решающий. Пока, друг мой. Блин, думай. Те. Запомни, брат мой, я обращаюсь к тебе не раз в 5 лет, не перед выборами, для того, чтобы ты за меня проголосовал. Я говорил об этом постоянно. Я долбил эту власть все время. Не раз в 5 лет. Поэтому, ну, ты знаешь, что делать в избирательной кабинке. Правда? Продолжение следует.